Добрый день! Сегодня у нас занятие в шестом классе по математике. Целые числа действия с суммами нескольких слагаемых. Давайте с вами поговорим о том, как нужно раскрывать скобки, если в скобках содержится сумма. Итак, сформулируем правила и законы, которые можно применять для вычисления суммы нескольких слагаемых. На прошлом занятии мы уже определили несколько правил раскрытия скобки и заключения скобки суммы некоторых слагаемых. Мы с вами знаем, что если перед скобкой стоит знак плюс, то знаки слагаемых остаются при раскрытии скобок без изменения. А вот если перед скобкой стоит знак минус, то тогда знаки слагаемых при раскрытии скобок меняются на противоположные. Мы с вами рассматривали это на конкретных числах. Складывали, вычитали, заключали в скобки конкретные числа. Давайте на этом занятии попробуем проверить, применяются ли эти правила для всех остальных чисел. То есть попробуем доказать два вот таких тождества в общем виде. Докажем каждый из этих равенств в отдельности. Это будет нелегко, но мы с вами постараемся разобраться. Итак, рассмотрим первое выражение. А плюс разность В и С. Давайте с вами вспомним, что мы разность всегда можем заменить суммой. То есть мы можем вместо вычитания сложить с противоположным числом. Вот это мы сейчас и сделали, преобразовали выражение в скобках. Теперь раскроем скобки, обращая внимание на то, что перед скобкой стоит знак плюс. Раз стоит знак плюс, значит знаки слагаемых при раскрытии скобок не меняются на противоположные, остаются прежними. Ну и посмотрите внимательно на последнее слагаемое. Мы прибавляем минус С, значит мы можем записать это немного по-другому. Мы можем записать, что это А плюс В минус С. Посмотрите внимательно, мы с вами первое равенство доказали. Давайте рассмотрим, зачем вообще нам нужно это равенство, это тождество, это формула. Так тоже можно это назвать. Смотрите внимательно на пример, как можно его решить. Мы можем, конечно, выполнить как положено сначала действие в скобках, а далее прибавить полученный результат к 13. А можем сделать и иначе. Раскрыть скобки. И обратите внимание, мы сейчас не будем находить значение этого выражения, но просто посмотрите внимательно. Мы можем здесь решить удобным способом. Мы можем сначала от 13 отнять 3, а далее к полученному числу, получится 10, прибавить 8. Мы получим 18. То есть нам нужны эти формулы для того, чтобы удобнее было вычислять, находить значение арифметических выражений. Конечно, здесь можно было бы найти и непосредственным способом, способом, который вам уже знаком, потому что здесь числа небольшие. Но если мы работаем с трехзначными, с четырехзначными числами, иногда удобно использовать формулы для упрощения арифметических выражений. А тем временем давайте попробуем доказать второе тождество, второе равенство. И будем делать это тоже очень медленно и постепенно. Итак, посмотрите. А минус, в скобках разность, В минус С. Мы с вами помним, что мы можем вычитание заменить сложением с противоположным числом. Это мы с вами сейчас и сделали. Я надеюсь, что вам понятен ход мысли. Что мы делаем теперь? А теперь мы раскрываем скобку, обращая внимание на то, что перед скобкой, перед вот этой большой двойной скобкой, стоит знак плюс. Это значит, что знаки в скобках не меняются. Обратите внимание, что мы с вами можем получить. Смотрите. И вот так, постепенно распутывая этот клубочек, мы получаем верное тождество. Посмотрите. Мы с вами доказали и второе тождество точно так же. Это тождество тоже поможет нам выполнять иногда арифметические вычисления удобным способом. На простом примере показано, вот именно как этот удобный способ можно использовать. Повторю. Здесь точно так же можно сначала найти значение выражения в скобках. От 8 отнять 3 – это несложно. А потом от 17 отнять 5. Это легко, очень несложное вычисление. Но этот пример приведен для того, чтобы показать, что можно выполнять это удобным способом. Посмотрите внимательно, мы раскрыли скобки, изменив по формуле. И теперь мы видим, что можно сначала к 17 прибавить 3, получим 20, и от 20 отнять 8, получим 12. То есть все формулы упрощают нам арифметические вычисления, все формулы, которые мы сейчас с вами выводим. Давайте еще разочек посмотрим, как нам это может помочь. Посмотрите, вот здесь выражение, нужно найти его значение. Можно поступать постепенно, по порядку, выполняя действия. Мы знаем, что именно так обычно и поступают. То есть от 78 отнять 89, затем к полученному выражению прибавить 32, и отнять 11. Это несложно, числа тоже достаточно небольшие. Но давайте просмотрим второй способ, другой способ вычисления именно этого же, нахождения значения выражения. Давайте попробуем с вами перегруппировать слагаемое. Посмотрите, то есть сначала к 78 прибавить 32, а потом к минус 89 прибавить минус 11. Посмотрите, что нам это даст. Смотрите, мы получим более легкие арифметические вычисления. Мы сразу видим, что это 110 минус 100, это будет 10. Кому-то удобно выполнять вычисления первым способом, кому-то вторым. Вы должны быть знакомы и с тем, и другим способом, и выбирать тот способ, который вам удобнее и легче. Иногда второй способ бывает гораздо удобнее. Итак, что мы сегодня с вами должны запомнить? Мы должны запомнить с вами вот эти две формулы. И правило, что если перед скобкой стоит знак плюс, то при раскрытии скобок знаки остаются без изменений. А если перед скобкой стоит знак минус, то при раскрытии скобок знаки слагаемых меняются на противоположные. Эти формулы помогают удобно выполнять арифметические вычисления. Занятие было подготовлено на основе учебника «Математика 6 класс» автор Никольский. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok